МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кот пришел в себя, а Андрей снова пошел на обход задымленного здания. Напомним, в этом пожаре огнеборцам пришлось эвакуировать более 30 человек. Никто из людей не пострадал. Московским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по обслуживанию зданий ГБУ Тверской области учреждения по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений, обвиняемого в халатности. Из материалов уголовного дела следует, что вечером 16 февраля в результате падения значительной снежной массы и глыб льда с крыши дома номер 12-Б по улице Новоторская на деревянный защитный навес, примыкающий к зданию, произошло его разрушение. Фрагментами навеса и упавшими с крыши снегом и льдом трём жителям Твери были причинены различные телесные повреждения. У одной из пострадавших травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. Как считает следствие, причинение пострадавшим травм стало возможным ввиду неорганизации своевременной очистки кровли дома от снега и наледя лицами, ответственными за его содержание. Так, в ходе расследования установлен факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей начальника бандела по обслуживанию зданий, учреждения по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений, который, являясь лицом, ответственным за исполнение контракта по содержанию административных зданий на территории города Твери, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по осуществлению организаций и контролю за работой подрядной организации, что повлекло образование значительной снежной массы на крыше дома. В рамках уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучили и проанализировали все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.